здравствуйте друзья давайте посмотрим на практических примерах чем отличается программист пишущий код с головы от программиста копирующего чужой код мы не будем говорить что допустим вот те кто копирует это люди какие-то не такие это в основном люди ищущие а в школе есть возможность писать реально код давайте сначала посмотрим человека вот 5-6 месяцев примерно занятий михаил на примере конкретного кода после 5 месяцев обучения михаил способен читать код использовать документацию принимать решение написания своего кода в данном случае у него был вопрос конкретно как написать свой код на основе понимания закона объект первого класса михаил берет конкретную конструкцию в данном случае это модель джанга пишет для чего берет понятно надо понять отличие берем второго парня прекрасный парень для начала поймем по михаилу в данном случае у него четкое описание файла что перед ним за объект на основе исходного кода который в данном случае рассмотрен из документации джанга возьмем конкретный объект который он описывал самая часто использованная функция джанга и возьмем к нему код исходный ведь документация пишется на основе исходного кода в этом нельзя не согласиться эта же функция у нас в исходном коде и теперь смотрим знания которые человек приобрел за пять месяцев и так описание файла то есть что передо мной за объект конкретно каждого объекта на основании исходного кода может легко читать документацию дальше рассказывает логику и четвертый пункт может понять на основе законы законов программирования как как писать собственный код поэтому когда мы смотрим код михаила мы и видим именно такую картину обратите внимание каждое каждое значит слово несет смысл и имеет значение на меха для михаила оно каждое на своем месте например когда новичок будет читать его описание для него это будут просто слова класс модели page наследуется от базового класса модель наследует логику и поведение для реализации объектов экземпляров кстати в данном случае вот так и видно что это написано на мета классах это так для расширения кругозора до когда класс формирует экземпляры классов это и есть реализация мета класса то есть для того чтобы создать простой код надо использовать мета классы это для стремления посмотрим что у нас сейчас базе данных обжиг ну к пропустил ничего сразу page object object кирисет объект ссылаясь на значение объекта кирисет обратите внимание у него присутствует значение ссылка то есть все правильно который реализован как список где хранятся ссылки на значение объекта в экземпляров модели каждое слово для него имеет смысл коротко лаконично профессионально объекты первого класса может быть сохранен в переменной или структуры данных в данном случае показана структура данных может быть передан функцию как аргумент функция гетки кирисет которую он взял как раз с исходного кода потому что он в нем плавает как рыба в воде принимает объект класс page в качестве аргумента и возвращает объект экземпляр выборку объекту кирисет или объект экземпляр менеджер абсолютно верно все четко что и прописно есть прописная истина из этого видно объект класс page передается как аргумент прекрасно объектом первого класса может быть возвращен из функции как результат а именно из функции кирисет абсолютно верно все соответствует исходному коду объектом первого класса можно дальше возвращаясь как результат применение метода а здесь немножко не точность в данном случае это является значением по умолчанию то что я сейчас показываю для новичков абсолютно понятно не очень понятно почему очень много слов которые просто имеют общее значение сейчас надо понять не эти слова а этот уровень который можно достичь подводим итог не пойду дальше вас пугать профессиональными словами профессиональным кодом в любом случае что произошло за эти пять месяцев сначала мы добивались чтения кода работу с документацией так как чтение кода является основой работы с документацией давайте посмотрим что это на самом деле на практике все просто мы можем открыть документацию для профессионала сразу понятно здесь работает объект первого класса что делает большинство людей которые изучают джанга пай торч абсолютно любые библиотеки они пытаются запомнить сам механизм как написано ага пишем какое-то имя выяснили мы его сами можем придумать дальше смотрим а шаблон функции понятно вы сюда модель а сюда непонятно что но ничего где-то найдем так поступают в основном люди которые копируют чужой код не потому что они плохие не потому что они там какие-то непонятные у них просто нет системы которые есть у бавсуновского примеры они не смотрят потому что здесь непонятно хотя в примерах вполне понятно здесь работает объект первого класса если человек изучал по моей системе исходный код и документацию а после зашел в исходный код то дойдя до строки вот этой он бы понял все понятно свой код будем писать как атрибуты то есть через точку и ответ очевиден по одной простой причине что мы видим функцию кирисет который присвоено значение get кирисет который является свою очередь функцией в языке программирования python и дальше поехали java script код линго то есть язык не имеет значения функция это объект первого класса далее вполне понятно что кирисет будет использоваться через точную иноциацию иными словами как атрибут а если еще проще как значение все стало на места и так наш код надо писать как значение в принципе это и пытаются донести разработчики но разработчики четко понимают что это будет читать программист но это никак не будет читать новичок новичок будет что ага здесь модель здесь точка здесь это ключевое слово здесь чего-то непонятное пошло профессионал открыл и он видит ага это работа объектов первого класса что ему надо выяснить правильно ему надо выяснить несколько вещей он смотрит исходный код после документации видит что здесь идет три объекта у него логика становится на место когда он доходит до сюда он начинает смотреть что это за функция когда он ее находит он видит что здесь обязательный позиционный параметр который требует передачи обязательно позиционного аргумента в данном случае это две вещи они очень логичны в первом случае это менеджер то есть интерфейс который умеет работать с базой данных во втором случае это обычные методы выборки с базы данных выбрать одну две три пять записей а вполне нормально идет работа самим классом идет значение по умолчанию по умолчанию предлагается выбрать класс то есть вместо класса что мы поставляем может быть либо кересет либо менеджер в данном случае сам менеджер object вот так называется на исходном коде и по умолчанию стоит метод выбрать все абсолютно просто абсолютно лаконично вот в данном случае работает этот закон понятно что в самом функции get object or 404 добавляется модель при помощи которой интерфейс который создает сами поля в базе данных и здесь все становится очевидно и понятно что на что проверять иными словами вывод сделан повторяем кстати spb-tut.ru купить доступ индивидуально разные планы на разные деньги на разные вкусы на разное время есть час в неделю хорошо есть три часа в неделю хорошо хотите заниматься каждый день тоже пожалуйста результат будет когда будет результат результат будет тогда когда во первых я даю домашнее задание это один мыслительный процесс коротко который я показал но мы его можем условно разделить на четыре вещи первое описание файла абсолютно вполне нормально если мы не можем прочитать что это такое то навряд ли мы можем это сказать или это прописать второй момент рассказать логику абсолютно верно каждый принимает под логикой что-то свое но на самом деле в языке логика одна пока промолчу следующее когда мы понимаем логику то мы можем понять после чтения кода а какие законы программируют заложены в тот или иной код на самом деле законов программирования меньше чем вы думаете их достаточно даже 10 пальцев много для того чтобы их пересчитать и в результате получается что вот эти вещи надо соединить в одно это можно сделать по определенному плану кстати например пример первого задания можно найти в описании как начинает работать человек в описании видео с кодом то есть в чем заключается первый урок первое задание первое задание там будет говорится о том что нужно найти какое-то общее какую-то землю чтобы понимать что язык сам по себе может работать по-разному а нам надо понять что значит правильно в описании смотрим это видео конкретное задание не забываем кто хочет учиться спб или тут .ру купить задать вопрос индивидуальное обучение так поехали дальше у человека который только начинает вот у данного человека дела на самом деле пошли неплохо но на момент когда учитывая что он уже учился на момент когда он делал первичные задания вполне было видно его описание так это не то немножко поэтому смотрим например описание файла в данном случае видно что нет уверенности и не хватает слов иными словами чтение кода пока на низком уровне в данном случае на тот момент на по поводу чтения документации читаю документацию смотрю других источников если что-то непонятно ищу дальше в принципе так читай документации иными словами чтение документации отсутствует потому что документация пишется из исходного кода все друг другом связано не могу читать код не могу читать документацию потому что это связано к сожалению в данном случае это надо исправлять по одной простой причине что здесь неправильное действие это действие которое делает большинство людей которые копируют код заходят в google и что-то ищут А правильное действие это пойти в исходный код. Поэтому человек во что попадает, как бы во что? Колесо. И то не знаю, и это не знаю. На выручку приходит сам план, где поэтапно, шаг за шагом можно достичь цели. И первая цель у нас чтение кода, что и написано на главной странице сайта. И очень четко, это не просто картинка, есть две простые вещи, две простые истины. Неверный подход, неверный порядок. В большинстве своем люди обходят до документации исходный код. Почему? Потому что просто не знают как читать. Но решается это буквально просто. Первый урок можно посмотреть в описании видео. Дальнейшее задание, если проверять, оно очень важно. То есть понять, с чего начать с человеком, что страдает. Только так, когда видишь совершенно реальную картину, парня потом начала получаться, но если зайти немножко дальше, то видно, что работает человек неправильно. По одной простой причине. Смотрите, вы живете в своем городе. Для того, чтобы добраться с точки А в точку Б, вам не надо выучить все здания от точки Б. Вы же, например, если хотите поехать на другой конец в какой-то магазин или на рынок, вы не садитесь за карту и не учите все здания. В данном случае, именно пока здесь ошибка будем исправлять, какая? Человек идет через код. Код этот будет забыть к вечеру, но максимум через две недели, и ничего не останется. Код, накладываясь на код, будет вводить путаницу. Выход. Выход. Работать с навыком. Вот это будем показывать. Через код. Это разные вещи. Что это напоминает в жизни? В жизни это напоминает, когда вы просто умеете ориентироваться. Вы знаете примерно, куда поехать, конкретный адрес. Вы выбираете не сам маршрут, а согласно маршруту выбираете транспорт, и просто едете. Все просто. Вам не надо учить дома. Абсолютно этот принцип работает в программировании. То есть, наша задача научиться ориентироваться в языках. Но надо идти через навык, используя код. Поэтому, в данном случае, эта методика не годится. Она просто ведет к путанице. Вот мы подошли с этим парнем к тому, чтобы он проделал задания одно, второе, третье. Теперь я ему дам методику, и он пойдет делать правильно. Еще покажу парня, который только начинает. Вспомните, что я говорил. Копирование кода это не приговор. То есть, вот ты копируешь, вот ты плохой. Нет, просто на самом деле эти ребята ищут выход. Привожу пример второго парня, и говорим, парни молодцы, они просто не побоялись глянуть языку в лицо. По одной простой причине, что работа программиста показана. Открываете любой язык, и видим две простых фразы. Исходный код документации. Это то, с чем должен уметь работать программист. Дальше идет выворачивание. Я копирую, я хожу на переполнение стека, и так далее. Вот этот парень просто написал, что я давно искал человека, который мне поможет. Я дал первое задание, он как сделал, как сделал. Ему надо было описать файл тога, то есть выбрать. Но я никогда не говорю, просто смотрю, что человек делает. Что у него сейчас в голове. Это важно. В данном случае видно, что у человека есть отрывочные данные, которые в народе называются кашей. Но, к сожалению, этих знаний недостаточно, чтобы писать код и документацию. Все банально просто. Если мы начнем это сравнивать с обычным планом тестирования, то все становится на места моментально. Описание файла у нас на низком уровне. По одной простой причине, мы вырвали то, что знаем. Я обычно рекомендую, как потом мы уже договорились, что надо писать. Берешь, копируешь этот файл и пишешь прямо в комментариях здесь, чтобы было понятно, относительно чего. Но здесь очень и так понятно, что у класса одна приватная функция, то есть есть отрывочные функции. Должна вернуть виджет, описание класса. Иными словами, эти знания нам не помогут прочитать конкретно исходный код, нам не помогут принять решение, мы просто не дойдем до самого закона, потому что у нас не хватит знаний. Класс выполняет фоновую задачу, и тогда остальные методы являются внутренними. Я не буду вдаваться в подробности, как это правильно, но, как правило, видно, что человек учился по стандартной системе, все знают init. Это уже прекрасно. Главное, что есть. Иными словами, еще раз повторяю, я не говорю, что человек, который копирует код, он плохой. Нет, он ищет. Он не понимает, почему. В данном случае этот парень взглянул в лицо коду, возможно, первый раз в жизни, и написал, что написал. Случай, который у меня был интересный, это когда человек просто написал, я знаю только DEV, потому что я на YouTube смотрел видео, и там рассказывали про DEV. Через 4 месяца он нормально описывал код. Следующий. Отсюда уже можно, согласно нашего закона, сделать, что логики никакой не будет. По одной простой причине, чтобы понять логику, нам надо сначала понять и дать описание конкретному объекту. То есть словесно проговорить, что это объект, что он делает, понять его тип, значение и так далее. Если мы это не можем, то вполне понятно, что в документации тоже будут проблемы. Иными словами, мы это и находим, и это правда. Человек говорит, как вы читаете документацию? При чтении документации, когда не очень понятно, что делаете, откровенно скажут, что к документации относился поверхность. То есть я ее читал, если что-то непонятно, я формировал запрос. Иными словами, что делал? Делал действия, которые опять ведут к чему? К копированию кода. Абсолютно нормальная логика. А в данном случае было правильно. Поэтому человек и искал выход. По одной простой причине. Если мы открываем тоже с Жангой, не понимаем исходный код, а документация написана на основе исходного кода, то мы никак не можем ее прочитать. Для этого я уже вбил в планы, кстати, вот этот первый урок, и есть в описании видео, кстати, с этим парнем, где четко показано, с чего начать. Вполне понятно, что логика у нас страдает. На самом деле мы не знаем, что такое логика, мы не знаем, что туда, но в данном случае в ответе я вижу, вообще-то у него на самом деле есть все знания, чтобы читать документацию. Просто в данном случае он этого не знал. Но знания, вот первичные, которые были правильные, у него уже были, да? Но у него нет системы. Системы работы с документацией и исходным кодом. Мы видим, что ответ на вопрос очевиден. Можно ли действительно научиться писать код с головы на основе документации и исходного кода? Абсолютно да. Что для этого надо сделать? Надо просто по шагам понять, как работать с этим же планом. Описание файла. И здесь, что интересно получается, на самом деле при описании файла мы соединяем метод с чтением документации, так как когда мы можем прочитать файл, мы это же видим в документации. Только в документации написан пример. Иными словами, это работают законы программирования. Это может быть колбек, объект первого класса, объект высшего порядка. И здесь не имеет значения библиотека. То есть нам больше не нужно делать то, что делает большинство. Просто берет и запоминает саму конструкцию, которая не ведет к программированию вообще. Человек читает книгу, и ему говорят, вот напишите вот такой код. Вот он написал. Но как рассмотреть этот код, понять, как он работает, он не знает. Вот это и я и даю в индивидуальном обучении. Урок, который дан этому парню, можно посмотреть в описании видео. Там четко сказано, чем мы будем заниматься, почему мы будем заниматься, по какому плану мы заниматься. И мы определили, что мы будем делать в течение 90 дней. Система обучения, с которой работаю я. Она может помочь. Ей 16 лет. Вам, наверное, у вас стоит вопрос. Буфсуновский, как ты ее разработал? Да ничего я не разрабатывал. Просто я ее понял только через 9 лет. В 15-м году примерно. 5 лет она возревала, применяя ее последние 4 года. На вопрос часто люди говорят, а я могу сам. Не сомневаюсь. Как правило, программисты понимают такие вещи после 10 лет. Если одно дело самому, не вопрос. Почему-то везде одинаковые условия. Как правило, через 4-5 месяцев человек начинает писать. Видео, я сказал, в описании файла можно посмотреть. То есть, начинает человек писать конкретно, когда он понимает тип. Когда посмотрите, как увидите, тип там мы немножко в другое место поставили, чем он стоит в справочниках. пока все. Если у вас появились вопросы, вам интересна система. Эта система применяется для новичков. Раз. Для людей, которые просто набрали кучу знаний, но хотели бы их разложить, все знания станут на места. Для людей, которые пишут профессионально, чтобы более отточить, просто взять вот именно мой шаблон системы и применить к себе, чтобы еще четче расставить знания и писать еще более профессионально. Иными словами, но с каждой категорией людей я буду работать абсолютно по-разному. Принцип работы у меня банален и прост. Видео, которое в описании, вы увидите этот файл. Но мы сейчас рассмотрим только последний момент. Какой принцип работы? Первый. Я составляю план. Ребят, я не составляю план, например, как это делает большинство. Взяли там справочник и составили. Я составляю план по вехам. Иными словами, первая задача у нас чтение кода. Ну а с разными категориями людей я дохожу к этому результату, то есть наша задача дойти до результата. Так, потеряла свою вкладочку, сейчас найду. Я здесь и написал. Например, это чтение кода. То есть в данном случае с этим парнем наша задача научиться читать код. То есть определять, что перед нами за объект. Для этого мы проходим определенные уроки. Уроки могут быть совершенно разные и методы разные. В зависимости от чтения, от опыта человека, то есть и от конкретных знаний. Следующее. Я даю человеку домашнее задание. Ребят, очень важно, например, если вы построите обучение, пришли, сели и послушали, да, и там лектор говорит там, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вы, что сделали, прослушали и к вечеру забыли. Получается, ничего не получается. Поэтому весь смысл обучения, что все это должно происходить в вашей голове. Поэтому я задаю вопрос таким образом, чтобы вы к этому пришли. При этом у меня есть одна хитрость. Всегда в моих вопросах есть ответ уже готовый. и сразу у вас становится вопрос, так что же такое изучение программирования? Это изучение каких-то сложных конструкций? Ребят, нет. Изучение программирования – это умение увидеть вещи, которые на поверхности. И, кстати, вы их применяете в жизни каждый день, просто вы об этом не задумываетесь. Я об этом чуть позже, не позже, а посмотрите, скажете. Если задание выполнено правильно, если неправильно, то я задаю все равно новые вопросы, ответить не даю. По одной простой, но уже которые еще более подводят. Важно, чтобы человек ответил. Навряд ли на данном этапе он это осознает. Если вопрос отвечен верно, или в ключе верном, то тогда я даю определенный кусочек кода, рассказываю, что надо проработать и как осознать, после чего человек все это присылает. Почем я отслеживаю? Я отслеживаю, опять же, согласно системы, по комментариям и исходному коду. Иными словами, в данном случае у нас идет чтение кода, мы ими занимаемся. Если человек открывает и говорит, например, self – это ссылка на объект, то вполне понятно, что он четко не понимает, что такое self. Отчетом можно сделать вывод, что он не понимает, что такое ссылка на объект, что такое атрибуты и так далее. Второй момент. Я рассказывал раньше. Результат достигается за счет получения навыка умения работы с документацией и исходным кодом. Иными словами, мы это называем системой работы с кодом на основе исходного кода и документации. Другого я не придумал. То есть, нам нужно сформировать действие человека, обучаемого, который сможет читать документацию, дополнять исходным кодом, принимать решение на написание своего кода. Именно так будет выстроено обучение. Я не против Google, но это можно посмотреть варианты, как используют другие люди. Важно! Когда процесс происходит в голове у человека, вот таким образом и рождается именно тот код, который мы видели. Вот пример пятимесячного обучения. Короткий пример. Да, здесь есть ошибки. Но давайте посмотрим. На данном этапе действительно, я вижу, что страдает система обучения навыка. То есть, задание выполнено в плане пояснения кода правильно, в плане алгоритма навыка неправильно. То есть, раньше говорил раз-раз, теперь понял, как по-другому объяснить. В данном случае, уже записано видео, Михаил с этим работает. Сейчас не надо добиться, чтобы он правильно работал над кодом, то есть, тренировал навык. Но именно, когда проходит время, то есть, в данном случае, Михаил читает исходный код, код прекрасно работает с документацией, может соединить документацию, видит законы программирования, и уже у него тот этап, когда он берет абсолютно любой код и объясняет, почему это работает. Не способом, что вот я взял, скопировал вот это, сюда я поставлю модель, сюда я просто поставлю слово, а тут где-то написано, я его поставлю. Нет, он просто-напросто расписывает код таким образом, что все имеет имя. И это имя имеет значение для данного парня, потому что он круто дошел к этому, и все сам. Поэтому, в данном случае и показан тот механизм, когда человек уже начинает, не начинает, он давно начал писать свой код первый, теперь он начинает писать код осознанно. У него стояла конкретная задача, вот тебе исходный код, вот документация, делай как можешь. В данном случае он берет правильно, он берет конкретную модель с документацией, и на основе модели рассказывает, как работает объект первого класса, что в данном случае это абсолютно верное решение. И человек с пониманием расписывает. Давайте возьмем вот здесь, например. Он работает, получил, значит, структуру данных, в данном случае это список. Может быть передана функцию как аргумент, повторяем это, мы это смотрели, функция getReset принимает объект класса page. Абсолютно правильно. В качестве аргумента возвращает объект кересет, или объект экземпляра. Абсолютно верно, именно это он посмотрел в исходном коде, потому что это так и есть. И здесь есть конкретно, что это так и есть. Давайте посмотрим дальше. Объект класса передается как аргумент. Каждое слово на своем месте. Каждое слово имеет значение. Объект первого класса может быть возвращен из функции как результат. Это знание программиста, как работает объект первого класса. А именно из функции уточняет кересет. Абсолютно верно. Именно с ней мы работаем. Возвращаясь как результат применения метода all, я говорил, что здесь немножко ошибка, но это все поправимо. К объекту экземпляру менеджера object, правильно было бы, да, объект он назвал, я его понимаю, надо было бы добавить интерфейс. И это результат использования. То есть он пишет конструкцию, которую предлагает. Вызывается метод filter для получения списка по первым аргументам R quarks. Все верно. В данном случае надо было бы дописать, здесь очевидно, когда у нас R quarks, то будет поиск. Это и есть уже более высшая математика, гадать ничего не надо. Когда R quarks всегда будет поиск, то есть мы будем использовать методы. Вполне очевидно. Далее, вот та функция, которая была в исходном коде. Вот комментарий профессиональных разработчиков, которым все четко, лаконично, понятно. Далее, Михаил показывает, и все как происходит. Единственное, надо поменять тактику в данном случае. Писать код с пониманием не зависит от библиотеки. Это прекрасно. Но для этого надо всего лишь 5-6 месяцев жизни один раз выделить, чтобы наработать свою личную систему работы с кодом по документации с кодному коду. Первой ласточкой был когда-то, который человек написал икор снова. В принципе, уже прошло намного больше года, просто я оставил этот комментарий. На самом деле, человека всего лишь не хватало самого принципа, что надо работать с исходниками или с доками. И в данном случае, человек для себя вынес такое. Сейчас, когда провожу собесы, первый же вопрос, что такое сельф. На самом деле, ответ это два всего слова. Сам на гору работаю, но знание двух языков постоянно выручает. И с наслаждением слышу 10-минутный ответ и сразу понимаю, что человек читает стек, переполнение стека, а лучше доки. То есть, вполне понятно, что что бы человек не говорил, какой диплом не показывал, но перед вами не программист. Потому что, если бы человек сказал всего два слова, то, в принципе, понятно. Раз, два, три, понятно, перед нами программист. В данном случае, понятно, что человек просто будет копировать код. Ищены. Могу еще добавить, что самое главное выучить понимать программирование. Изначально надо менять подход к пониманию обучения. По сути дела, подход и порядок. Ну, все очень просто. Я уже говорил. Мы не можем читать код, то понятно, что мы не можем интерпретировать документацию. Хотя, по сути дела, можно, но если соединить исходный код документацию, добавить понимание закона программирования, то, в принципе, получается свой код и получается вот такой результат. И для этого надо всего лишь 5-6 месяцев. Вот один раз выбрать жизни. Сейчас я решил заниматься программированием. И это ставит вопрос, что во всех языках программирования. В чем отличие моей системы от других систем. Посмотрите видео, которое в описании первого урока. А все очень просто. Там я говорю о сиподобности. Иными словами, а как проверить? А вдруг, Басановский, ты говоришь, твоя система, она неправильная. А меня проверять не надо. По одной простой причине, что правильно или нет, вы будете судить сами. Например, то, что мы рассматривали там, будет подчиняться очень простому закону. Иными словами, если это будет работать для языкового программирования сиподобных, то есть вне зависимости берем God, Java, Kotlin, и это там работает, значит все верно. Если это не работает для любых сиподобных языков, значит неверно. Поэтому вы сможете проверять сами себя. Ну а сейчас, дорогие друзья, я могу вам сказать, что вы можете уже себя прямо сейчас проверить. Откройте файл, о котором мы говорили. Он будет тоже в описании видео. И просто прочтите. Прочтите и поймите, что вы здесь понимаете. Если вы сейчас не понимаете, то вы можете учиться, читать кучи книг, но результатом должно быть всего лишь два знания, которые, два навыка, которые имеют возможность работать с исходным кодом и документацией. Само по себе, само по себе, то, что делает большинство людей, считая это за программирование, это не программирование. По одной простой причине, люди пытаются взять не логическую конструкцию языка, а логическую конструкцию, как это происходит конкретно в Django. Эту же конструкцию они увидят в PyTorch, в другой они это воспринимают за новое. На самом деле, проще разобраться, как это объяснить со стороны программирования, и тогда библиотека перестает иметь значение. Выбор за каждым. Верю-не верю, здесь не работает. Работает система знаний, которую просто можно пройти. Пять-шесть месяцев у вас есть. Просто надо готовность, что да, вот я решил, сейчас я буду заниматься программированием, серьезно, научусь читать документацию, научусь читать исходный код, и буду эти знания применять. Все получится. Спасибо за доверие. Поделитесь, пожалуйста, этим видео с другими, либо порекомендуйте людям, которые хотят научиться программировать. Рассмотреть по скрипту последний вопрос, ведь он возникает в процессе. Программирование, возможно, это сложно. Да, я хочу, да, я пытался, но, возможно, это сложно, у меня и не получится. Абсолютно верно. Если вы сделаете следующее, откроете справочник и просто любого языка, и попытаетесь читать справочник или книгу по справочнику, взять и читать подряд. По сути дела, у вас действительно будет путаница. По одной простой причине, потому что на данный этап вы не можете выделить ничего в языке, на что опереться. Но ведь картина может измениться совершенно быстро. Поэтому, если взять и разделить язык на всего 4 конструкции, то оказывается, что в языке-то надо выучить опять то, что меньше 10 пальцев, 4 конструкции. А учить надо? Нет, не надо. Почему? Потому что надо просто понимать, что общее, что различное. Значит, можно сделать вывод. Так что же такое изучение языка программирования? Нет, это совершенно не изучение каких-то сложных вещей. Все сложные вещи, на самом деле, они простые. А если взять объект первого класса, о котором мы говорили, то вы с ним прекрасно знакомы. Давайте посмотрим, что это именно так. Смотрите, я выращиваю лук. Вот, пожалуйста, как работают объекты первого класса. Иду поливать лейкой, точка, с водой. Иду поливать чем лейкой, точка, с водой. Значение, значение, значение. Таких примеров вы приведете тысячи. То есть, объекты первого класса вы используете каждый день. Только об этом не знаете. Так что такое изучение программирования? Абсолютно верно. Это не изучение каких-то сложных конструкций. А это понимание, как увидеть очень простые вещи, которые, на первый взгляд, не очевидны. И первое, что я сделаю, и то, что является очень эффективным, это просто разделил язык всего на четыре конструкции. В этом видео, как раз в описании видео, вы посмотрите первый урок, с чего мы начинаем. Потому что нам надо почву под ногами, чтобы понять, чтобы поведение языка стало ожидаемым. Итак, спасибо за доверие. spb.ru Индивидуальное обучение. Плюс уроки. Ну, а Михаил, если сказать, что у нас еще есть проект «Плохой код», где собрались ребята, которые уже пишут. И пишут уже довольно сложные вещи. У них другие задачи немножко. То есть, дальнейший рост, написание своего продукта и так далее. Перед ними уже стоит задача создать свой продукт. И они этим занимаются. Спасибо за доверие. Решение есть. Спасибо.